Терпение лопнуло. В Прикарпатии жители сразу нескольких сел перекрыли дорогу, требуют ремонта трассы, которая, по их словам, больше напоминает минное поле. Чем закончилась эта транспортная блокада, Ольга Пламарюк расскажет. Вот уже вторые сутки здесь не проехать. Жители сразу трех прикарпатских сел Рожного, Кабаков и Гимчина перекрыли дорогу. До нас никто не хочет ехать, потому что нет дороги. Дорогу у нас не делают, потому что не едут туристы. Туристы не едут, потому что нет дороги, это замкнутый круг. Народовое просто надоело. Лада не чует, никто не чует. Свою дорогу жители называют минным полем. Асфальт здесь еще советский. Ремонтов не проводили уже свыше 20 лет. Дмитрий ездит на станцию техобслуживания минимум раз в неделю. Из-за ужасной дороги его автомобиль то и дело выходит из строя. Я могу так неможливо проехать, чтобы не было ремонта. Потому что когда сухо, то это еще можно ехать. А если упал дождь, то ничего ты не можешь видеть. Терпение у людей лопнуло, и они перекрыли дорогу сразу в пяти точках при въездах в населенные пункты. Не пропускают даже общественный транспорт. Не попереджали, нужно попередить. Я бы в ранку не выезжал. На дороге сразу же образовались пробки, но водители протестующих поддерживают. Среди них и Иван, он шофер скорой помощи. Говорит, на вызов едет минимум полчаса. И к возмущениям пациентов уже привык. Представьте себе, по такой дороге ехать. Бажко, хворим, боли. Вот такие. Дорогу надо делать. Дорога – это первая. Некоторые участки дороги местные жители пытались ремонтировать самостоятельно. Предприниматели выделили деньги. Закупили 900 тонн гравия. Все люди выходили и вручную сбирали камень. Вручную вывозили глину. Накидали глину. На дороге оставили сами гравия. Но люди сплачут податки. Каждый автомобиль заправляет. Ци деньги есть. Скажите, мы так, как на окраине выходят. Никому мы не нужны. Но полностью отремонтировать дорогу самостоятельно людям не под силу. Просят помощи у местных властей. Но те лишь разводят руками. Денег нет. Услышав о протесте, на дорогу вышли жители из соседних сел. Дорогу перекрыли также в райцентре Косов. Требование у всех одно – ремонт аварийной дороги. Но вот связаться с чиновниками, чтобы те разъяснили ситуацию, нам не удалось. Телефоны молчат. А люди продолжают протестовать. И грозятся перекрыть уже международную трассу.